Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Здравствуйте, Игорь Александрович. Добрый день. Здравствуйте. Итак, первые пять строчек в списке по числу погибших в Кровавой Путинской войне занимают Тыва, Бурятия, Ненецкий автономный огруг, Республика Алтай и Забайкальский край. То есть геноцид украинского народа и геноцид народа в своей собственной стране устраивает Путин. Ему на это наплевать. И вот вопрос. А жителям Москвы и Санкт-Петербурга тоже все равно, что гибнут их сограждане? Так получается? То есть отношение какое? Это где-то далеко от них? Вот это Тыва, Бурятия, Ненецкий шорт, сорт, обслуживающий персонал, не жалко? Так? Ну, в общем, так. На самом деле, ну, во-первых, начнем с того, что, да, действительно, в вашей подводке, которая только что была, там все действительно справедливо и правильные акценты расставлены. Но в целом по стране, по России есть общее, есть нечто общее. Это крайне низкая цена человеческой жизни. Особенно цена человеческой жизни, которая находится где-то далеко. И да, действительно, вот восприятие того, что в России нет войны, оно в максимальной степени присутствует в Москве, в Петербурге. Потому что в Москве, в Петербурге, в крупных городах, где, в общем-то, жизнь... Ну, собственно говоря, вот все разговоры о том, что, значит, в России, да, действительно, несколько хуже стали жить все. Но несколько хуже, это, знаете, как у кого-то щипосный, у кого-то жемчуг мелкий. И то, что там произошло, во-первых, действительно, в Москве, в Питере практически очень мало забирают, очень мало, так сказать, жертв и очень мало участвуют в этой войне. Это первое. И второе, ну, в общем-то, сказать, что что-то изменилось. Рестораны работают, кафе работают. Да, западные автомобили не продаются, но продается китайский автопром. Сейчас занимает первые строчки по числу продаж. Там ушел Макдональдс, появилась там эта вкусная точка. И, в общем, никто особенно... Ну, да, ну, это, конечно, плохая замена, но приемлемая, терпимая. Ну, то есть, фактически, никаких особых проблем в Москве и Питере нет. Нет. Поэтому, ну, а что касается эмпатии, то ее сроду не было в российском обществе. Тут уж, извините, это по поводу эмпатии, это не к России. Так что здесь все в порядке, никаких не стоит ожидать того, что в Москве и в Питере будут как-то очень волноваться за то, что в Бурятии и в Тыве люди гибнут. Да. Вы знаете, и на этом фоне потрясают вот такие единоличные, индивидуальные протесты россиян против путинской войны и его режима. Были такие и есть такие. И об этом нужно говорить. И вот новый пример. Учитель информатики из московской школы номер 1619, это район Строгино, Сергей Аверьянов во время урока нарисовал на интерактивной доске свастику и написал «Слава Украине! Смерть русским полудуркам». О произошедшем на уроке школьники рассказали другим учителям. Вероятно, кто-то сделал фотографию доски, кто-то донес на этого смелого учителя, приехала полиция и сейчас правоохранительные органы проверяют педагога на предмет дискредитации российской армии. Хоть и вот такие единоличные, да, вот такие вот протесты индивидуальные, но ведь это же, правда, тоже важно. Какова природа вот такого протеста? Пришел человек на урок и вот сделал такой поступок. Ну, природа тоже достаточно известна. Всегда были люди с совестью, с умом, с честью и невозможность сосуществования вот с этим режимом, она иногда вливается вот в такие вещи. Это единичный случай. Думать, что, ну, это, вы знаете, природа этого протеста, она примерно такая же, как в 1968 году несколько человек советских, советских диссидентов вышли на площадь с протестом против оккупации Чехословакии. Вот против того, что советские танки давили пражскую весну. И эти люди точно знали, что через несколько секунд буквально их начнут бить ногами, выбивать зубы, и в дальнейшем кто-то из них пойдет в психушку, станет жертвой карательной психиатрии, кто-то отправится в советский лагерь. Ну, у всех будут большие проблемы. Они несколько секунд смогли поддержать вот эти вот, так сказать, плакаты самодельные с призывом прекратить оккупацию Чехословакии. Ну, вот, они просто не могли иначе. Они не могли иначе. Это, ну, такое, такое достаточно редкое явление. И я знаю людей, которые участвовали в такого рода протестах. Вот они, некоторые из советских политзеков живы до сих пор. Там, Александр Скобов, например, там, Подробинник. Ну, то есть, несколько человек таких есть. Те люди, которые вот в советское еще время выступали с протестами против советской системы и того, что происходило в советской власти. Сегодня такие люди тоже есть, но по большей части они уже в тюрьме. По большей части. Вот этот учитель, я вот нисколько не сомневаюсь, что он будет находиться в тюрьме. Но здесь я хочу сказать одну такую очень неприятную для меня вещь. Вот эти протесты, они имеют, конечно, огромное такое моральное значение. Они показывают, что вот есть люди. И, в частности, те протесты на Красной площади во время подавления Пражской весны, они стали для чехословакского общества основанием, как, в общем, было написано в газетах, и, как говорил Вацлав Гавил, что это причины, по которым мы не можем ненавидеть русских. Именно вот эти вот люди, которые вышли, это, как сказал Вацлав Гавил, это восемь причин, по которым мы не можем ненавидеть русских, потому что нашлись вот эти вот несколько человек, таких праведников. Это вот имеет такое моральное значение. Но практически, вот если говорить о разрушении Советской империи, то, в общем-то, не они разрушили империю. Хотя хочется строить такую красивую картинку, что вот их протест разрушил империю. Но это не так. Империю разрушили другие люди. Прежде всего, так сказать, изнутри она рухнула, изнутри подточенная самыми разными процессами. И в этой связи я хочу сказать о том, что, с моей точки зрения, вот сейчас, если говорить о протестах, что сейчас имеет существенное значение для того, чтобы как-то расшатывать режим. Вот этот учитель, который вышел с таким одиночным протестом, мы, что называется, я готов низко поклониться ему за его мужество, за его отвагу, за его принципиальность и чистое сердце. Но вот, мне кажется, угрозу для путинского режима он не представляет. Его отправят в тюрьму. Точка. И на этом этот протест закончится. Хотя, конечно, моральное значение огромное, вдохновляющее он имеет. Но реальную угрозу протеста составляют те люди, которые, в принципе, не против войны и не против Путина. А это, вот, например, те самые жены мобилизованные, которые вот там, там серьезнее, там проблема. Потому что это тот самый глубинный народ, который, в принципе, готов был бы и войну поддержать, и на украинцев им наплевать, и им было совершенно все равно, что их мужья идут в чужую страну убивать людей, которые ничего плохого им не сделали. Им было на это наплевать. Но вот, когда уже полтора года войны, а их мужья находятся на фронте, кто-то, так сказать, погибает, кто-то еще жив, но никого не собираются возвращать. И вот, значит, вот эта компания «Верните нам мужей», несмотря на то, что моральной, политической основы там нет никакой абсолютно. То есть они не против путинского режима. Они были бы готовы согласиться с тем, чтобы вообще всю Украину там перебили. Ну, по крайней мере, они против этого не протестуют. Они просто вот за своих мужей. Но вот этот протест, он может перерасти в политический. Он уже начинает на глазах перерастать в политический, потому что никаких шансов добиться того, чтобы им вернули мужей, у этих женщин нет. Потому что 400 с лишним тысяч человек сейчас воюют против Украины на фронте в составе оккупационной армии. И, естественно, никто ротацию никакую в таких масштабах не собирается совершать. Ну, просто потому что надо компенсировать тех, кто... Тех, там, те безвозвратные потери, которые уже есть. Плюс еще, если ротацию совершать, ну, это же вообще надо тогда проводить какую-то сверхмобилизацию, чего Путин, во-первых, не хочет, а во-вторых, не может. Просто не может. Поэтому это тупиковая история. И у них начинает меняться, я наблюдаю сейчас за этим процессом, у них начинает меняться риторика. Сначала они, так сказать, были такими очень лояльными, значит, ходоками к царю-батюшке. Вот, пожалуйста, верни нам мужей, мы как бы вообще за тебя, мы готовы там все что угодно, только верни мужей. А сейчас они уже пишут матерные какие-то обращения, так сказать, нецензурные. В адрес Путина того же самого проводят вот этот флешмоб. Значит, верните мужа, я задолбалась. Причем, так сказать, такой наклейки на машинах с достаточно очевидным подтекстом. Выпускают резолюции. У них есть вот этот вот телеграм-канал, правда, пока не очень раскрученный, но, тем не менее, довольно профессионально ведущийся. И явно, что совершенно очевидно, что там, ну, есть квалифицированная поддержка. То есть явно, что не из своей среды, потому что, ну, в общем, среда жены мобилизованных, это все-таки определенная среда, это жены мобилизованных, то есть жены тех самых людей, вот того самого, ну, я не буду стесняться, я скажу, так сказать, то, что я думаю. Это, в общем, социальное дно. Это социальное дно. То есть это люди, которые, то есть профессоров там нет. Интеллектуальных каких-то айтишников и каких-то специалистов по бизнес-процессам там нет. Там, в общем, люди, которые получали копейки, которые жили на, там, всей семьей на бабушкину пенсию, в депрессивных регионах. Ну, в общем, более-менее примерно понятно, что это такое. Отсюда, кстати говоря, Буча, отсюда Мариуполь, потому что если в Украине... Ворованы эти все унитазы и так далее, стиралния машины. Это портрет этих людей, понимаете? То есть если в Украине в армию, в ВСУ воюют лучшие, то в российской армии воюют худшие. Вот это просто факт. Но в этом не проблема, да, для Путина, что люди, это же его электорат, да? И что примечательно, тут нет головы, да, у этого протеста. Нет какого-то, как с этими учителем, посадил и все, как бы нет проблем. А здесь, как бы, это женщины, да? Вот они и там, и в Новосибирске, и в Челябинске. Конечно. Мало того, тут как бы, ну, это не ситуация там с протестом Навального. Когда Навальный в тюрьме, все, протеста нет некому. А здесь этот протест, он внутренной. И еще хуже дело обстоит. Дело в том, что привычные методы уничтожения протеста здесь не очень работают. Потому что, ну, обычный протест, там, Навальнисты какие-то, еще кого-то. Ну, тут проблем нет никаких, так сказать. Взяли, дубинками побили, в автозаке посажали, и отправили кого в тюрьму, кого, так сказать, просто по административке. Это привычный метод. То есть здесь, как бы, вот весь этот либеральный протест, он для Путина не опасен, потому что известно, что с ним делать. Есть там под 400 тысяч Росгвардии, здоровенные мордовороты, которые готовы из пулеметов расстрелять хоть миллион. И все. И проблем нет никаких. Здесь так не поступишь. Потому что, понимаете, это все-таки жены мобилизованных. Это жены тех людей, которые сейчас с оружием в руках находятся на фронте. И в нынешней ситуации, когда мгновенная информация просто распространяется, картинка, фотография или видео того, что, значит, здоровенный мордоворот, Росгвардеец избивает дубинкой жену мобилизованного, и она тут же, эта фотография, это видео тут же будет находиться на фронте, тут же в окопах она будет распространяться, и тут же мгновенно вызовет совершенно непредсказуемые процессы в головах вот этих вот людей, которые сейчас воюют против Украины. И вот когда он увидит, что его жену избивают, вот этот военнослужащий увидит, что его жену избивает здоровенный, сытый ОМОНовец, Росгвардеец, который отсиживается в тылу в то время, как он подыхает в украинской земле, непонятно за что. Но тут вот как знать, особенно если это все, так сказать, совпадет с какими-то серьезными поражениями от украинской армии, да даже если не совпадет, все равно, так сказать, возникнет какой-то процесс. Чем этот процесс закончится, не знаю, может быть, ничем. Может быть, пошипит, пошипит и погаснет этот пожар в головах людей. А может быть и нет. А может быть, это в результате выльется в какое-то подобие Пригожинского похода марша справедливости, но только с другим результатом. Потому что Пригожин шел на Москву с целью сделать с Путиным какую-то криминальную разборку. И в основном там разговор был про деньги. А здесь может быть совершенно другая ситуация. То есть я не утверждаю, что так будет. Я утверждаю, что так может быть. И поэтому в Кремле, в общем, не сплошь идиоты сидят. Они понимают, чем может кончиться вот такое жесткое подавление протеста этих жен на Бризонах. Поэтому мне кажется, что здесь есть, я не уверяю, что так будет, но я думаю, что, по крайней мере, есть определенный шанс на то, что этот протест, он будет, во-первых, невозможно убрать основу этого протеста. Потому что, ну, они все находятся на фронте. Их никто не собирается каким-то образом освобождать, никто не собирается отправлять домой. Поэтому основа для этого протеста есть. Она с каждым днем будет все больше и больше и больше. Ну, вообще абсурдная ситуация получается. То есть женщины, с одной стороны, требуют вернуть их мужчин с фронта. Те на фронте гибнут буквально по тысяче в день. С другой стороны, Путин, который призывает женщин рожать как можно больше. Говорит, давайте в России будем возрождать традицию многодетности. Но сам начал кровавую войну, в которую втянул уже сотни тысяч людей. Только лишь его армии погибли уже 330 тысяч солдат. Ну, абсурд какой-то. А что с детьми, да, происходит? Мы тоже об этом часто говорили. Об этой промывке мозгов с раннего детства в России программируют школьников буквально на войну, на смерть. Героями им представляют бывших зэков-убийц-насильников, которых опять же помиловал Путин. И, кстати, эти женщины тоже не зря возмущаются, говорят, ну вот для кого мы, значит, эта вся война получается для вот этих зэков-насильников. Мужики гибнут, да, здоровые. И вот такие возвращаются с фронта. Я вчера еще ужаснулся, когда увидел вот эту информацию, попрошу сейчас показать. Это в Центре детского творчества в Татарстане детей обязали делать хвостики для мин. Вот это видео, вот эти хвостики. Это, если очень просто, это такие стабилизаторы, чтобы мина, когда ее сбрасывают с дрона на голову украинцам, чтобы эта мина летела точно в цель. И это делают дети. Как это возможно, я не знаю. Ну, что я могу сказать. Это стремление, на самом деле, я не уверен в том, что вот большой военно-экономический смысл в том, чтобы дети этим занимались. Я не думаю, что это решение проблема, что без этого военная промышленность России не обойдется. Я думаю, что это стремление замазать кровью. Это стремление изначально, чтобы этот человек маленький, который участвует... Ему же объясняют, зачем это делается. И он будет чувствовать себя тоже убийцей. Он будет чувствовать себя причастным к этому процессу, к кровавому колесу, которое сейчас катится из России в Украину. Но он будет понимать, что он тоже участник этого процесса. Он тоже убивал украинцев. То есть, да, буквально детей связывают с их там отцами, не знаю, которые на фронте убивают. Вот таким образом. Повязывают кровью. Это повязывает... Слушайте, Путин по основному своему... Ошибочно, очень ошибочно считают Путина, что базовая его структура личности это КГБ. Это ошибка. И базовая структура его личности это вот та самая группировка организованной спортивности, в которой он... То есть, это бандформирование, в котором он изначально попал. Вот эта секция с дзюдо, в которую он, собственно говоря, и сформировался как личности. Откуда, собственно, его направили. И в КГБ его направили оттуда, и в Ленинградский университет его оттуда направили. То есть, это база. А уже на это наслоено, на это наслаивается, так сказать, его служба в КГБ. Так вот, вот эта вот, так сказать, основа его нормативной структуры личности, присутствие в банде, она сказывается. Ведь, ну, как там устроено в этих группировках преступных? Замазать кровью. Надо обязательно замазать... Новичка надо замазать кровью. Надо дать ему кого-то убить. Вот примерно таким же образом повязывают кровью вот этих вот ребятишек. Я думаю, что это не только в Татарстане, но чтобы они уже понимали, что, в общем, они в деле. Они в деле. Они участники этого процесса. И поэтому... И тут уже не вырвешься. Это очень хорошо работает у нас, надо сказать. Эта система проверена, так сказать, десятилетиями криминальной жизни. И она работает сейчас и здесь тоже. Это то, что... Слушайте, изначально мы же помним, как начиналась эта война. Путин же ломал через колено Совет Безопасности. Помните, накануне 24 февраля Путин собрал открыто, публично... Зачем это было сделано? Чтобы все видели. Чтобы все видели. Каждый отдельно выходил. Просто вот как учитель школьной к доске вызывал этих самых всех великих силовиков, грозных, страшных. И они стояли, дрожа перед ним, как осиновый лист. Они стояли и, значит, лично, что называется, расписывались кровью. Значит, подписывали приговор Украине. Ну, там речь шла о признании вот этих преступных анклавов ЛДНР. Но понятно было, что это, в общем, война. Это фактически война против Украины. И, в общем, они стояли, они заикались, они тряслись. Кто-то даже там, Патрушев даже попытался возражать. Но он сломал через колено. И все. Он замазал кровью всех. И теперь уже вся страна, на самом деле, замазана кровью. Вся страна. Потому что, значит, фактически вся политическая верхушка, вся Государственная Дума, весь Совет Федерации, все региональные структуры. Ну, и все те, кто... Ну, за исключением те, кто сидит в тюрьме, и кто пытался, вот как этот школьный учитель, возражать и делать что-то против. А все остальные замазаны кровью, так или иначе. Да, тут было бы справедливо вот этим женщинам, мне кажется, которые требуют вернуть их мужчину с фронта, чтобы они уже начинали требовать спасите наших детей, верните детство нашим детям и уберите вот эту вот чушь из их голов. И напоследок, давайте еще об абсурде в России. Давайте посмотрим небольшое видео. Значит, Москва, Кремль, Красная площадь и Красная икра. Значит, женщины, видимо, в хорошем настроении, принесли ведро с 14 килограммами красной икры и сделали бутерброд, и стали его есть, демонстрируя, видимо, благополучие и свою роскошную жизнь. И подошел к ним молодой офицер. Так, значит, он сказал, что согласно федерального закона с красной икрой нельзя на Красную площадь. Значит, женщин задержали, продержали 3 часа в отделении, выясняли их мотивы. Значит, икра оказалась ненастоящей. Видимо, это стало смягчающим обстоятельством. Вот так вот. Да. Да, но это уже из области курьезов. А все, на самом деле, действительно тяжело. Потому что все действительно очень печально. Потому что все затягивается, и каждый день гибнут люди. И, в принципе, вот такого успешного, как мы долгое время думали, что какого-то быстрого, успешного завершения войны не будет. Но в конечном итоге это не мешает нашему сопротивлению. Правда. Спасибо, Игорь Александрович. Игорь Яковенко был в нашем эфире. Российский оппозиционный журналист, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Всего хорошего. До свидания. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok